МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Домой об этом договорились на трехсторонней контактной группе на заседании в Минске, сообщила Дарко Алифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, который, напомню, представляет Украину в этой трехсторонней группе. Представители отдельных районов Донбасса готовы освободить 87 украинцев в обмен на 309 боевиков. Всего в плену у оккупантов 162 человека. Также украинская сторона проинформировала спецмиссию об обнаружении противопехотных мин советского производства возле Гладосова Донецкой области. А также про срыв наемниками визита представителей ОБСЕ и ООН в этот регион. Если мы будем контролировать границу с РФ, мы сможем быстрее договориться про мирное дипломатическое урегулирование ситуации на востоке Украины. Ни Россия, ни отдельные регионы Донбасса не хотят обсуждать эту тему. Поэтому необходимо создать рабочую группу по этому вопросу. Сначала закрытие границ, выведение российских войск и техники. После этого станет значительно легче вести политический диалог. Из-за вооруженного конфликта на востоке Украины и окружающая среда регионов большой опасности. Существует риск экологической катастрофы. Об этом говорят исследования ОБСЕ при поддержке правительств Австрии и Канады. Подробнее от Анны Нестеренко. Северодонецкий Азот, Горловский Стирол, Янакиевский и Донецкий медкомбинаты – лишь некоторые из более 4 тысяч потенциально опасных объектов, которые находятся в зоне конфликта на востоке Украины. С начала российской агрессии на этих предприятиях зафиксировано свыше полутысячи аварийных ситуаций. Многие из них могли иметь катастрофические последствия. Донецкая и Луганская области и до начала военного конфликта были техногенно нагружены. А военная агрессия России нанесла и продолжает наносить серьезный ущерб окружающей среде. Создает техногенно-экологические угрозы. Особую угрозу несет подтопление шахт. Сейчас в зоне риска около четырех десятков угледобывающих предприятий. Последствия от проседания поверхности и разрушения зданий до радиоактивного загрязнения подземных вод. В реках, почве и водохранилищах уже фиксируют повышенную концентрацию вредных веществ. Во время конфликта мы зафиксировали более трехсот случаев нарушения работы объекта водоснабжения. Также повышение концентрации азота и фосфора. В реках Кальмиус, Кальчик, Северский Донецк, Клебан-Бык. В правительстве отмечают данные. Отчеты могут быть использованы для привлечения России к ответственности в международных судах. Всю информацию, которую мы собирали раньше, передаем нашим коллегам из Министерства иностранных дел. Ведь это главное ведомство, которое работает на нашей внешней стратегии, в том числе стратегии в международных судах. В том числе передали данные, касающиеся аннексированного Крыма и негативного влияния на окружающую среду со стороны России. Также поддерживаем участие украинских экологов в работе Минской контактной группы. Украинские власти совместно с международными экспертами разработали стратегию по снижению уровня экологических рисков на Донбассе. Однако для ее реализации необходимо полное прекращение огня. Анна Нестеренко, Дмитрий Гришко, UATV. Адвокаты Романа Сущенко подали апелляцию на решение суда продлить арест журналисту до 30 января. Об этом сообщил защитник украинца Марк Фейгин в своем твиттере. Московский суд продлил ему содержание под стражей до конца января. Заседание проходило в закрытом режиме. Украинского консула пустили только на оглашение вердикта. Я напомню, что спецкора Украинформа задержали в Москве 30 сентября 2016 года и незаконно обвинили в шпионаже. Министерство обороны Украины эти обвинения опровергает. Подконтрольный российским оккупационным властям Верховный суд Крыма удовлетворил апелляцию защиты Владимира Балуха и отменил предыдущее решение суда. Украинец проводит за решеткой до 4 декабря, а не до 16 января, как постановили ранее. В августе Балуху вынесли приговор 3 года и 7 месяцев колонии общего режима и штраф в 170 долларов. Российское ФСБ задержало его в декабре прошлого года. Правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Балух вывесил флаг Украины во дворе своего дома в Крыму. Агрессия России на Донбассе и аннексия Крыма препятствуют сотрудничеству между членами Черноморского бассейна в декларации к 25-летию парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества приняли поправку о восстановлении суверенитета государств в регионе. Инициативу поддержали 10 стран-участниц ПАЧЭС из 12. На заседании не было представителей России, а вот делегаты Армении в знак протеста покинули зал. Они настаивали на том, чтобы ПАЧЭС занималась только экономическими вопросами. Парламентская ассамблея обратилась к армянскому парламенту с предложением пересмотреть свою позицию. Мы будем с ними говорить, чтобы они скорректировали свою позицию, потому что для Демарша нет причин. Я думаю, они исполнили то, что должны были в отсутствии Москвы на этом заседании. Эта поправка очень бьет по России, потому что тут Грузия, Украина, Молдова с Приднестровьем и опосредованно Азербайджан. Четыре страны из 12 членов ПАЧЭС имеют проблемы, связанные с агрессией на их земле. И единственный источник этой агрессии – Россия. Не договорились с информацией о якобы достижении соглашения о стоимости Брекзита опровергли и в ЕС, и в британском правительстве. Накануне СМИ сообщили, что Брюссель и Лондон договорились о сумме отступных от 40 до 55 миллиардов евро. Но тем временем сторонам окончательно определиться с условиями нужно до 4 декабря. В Брюсселе, напоминает, отсутствие договоренности нанесет серьезный урон экономикам ЕС и Великобритании. Не обязательно верить всему, что пишут газеты. Мы пытаемся достичь наилучшей для Великобритании сделки и перейти к торговым переговорам. Страна не отказывается от взятых на себя обязательств и готова к тесному сотрудничеству с Северосоюзом после отсоединения. Переговоры о выходе Великобритании, границе с Ирландией и правах человека до сих пор не дошли до того этапа, которого мы ожидали. Существенного прогресса нет. Я очень надеюсь, что в течение недели мы найдем компромисс. Отсутствие соглашения худший из всех возможных вариантов. Но пока мы не можем его исключить. Северная Корея провела испытания баллистической ракеты. В Пхеньяне утверждают, что она способна достичь любой точки на территории США. По данным японских СМИ, снаряд упал в водах исключительно экономической зоны Японии. Через несколько минут после запуска Южная Корея провела свои ракетные учения у северной границы. Совет безопасности ООН обсудит действия КНДР на экстренном заседании. Действия Пхеньяна не просто усиливают напряжение на корейском полуострове, но и ставят под серьезную угрозу международный мир и безопасность. Мы решительно осуждаем безрассудное поведение наших северных соседей. Международное сообщество должно сплотиться и послать сигнал Северной Кореи о том, что она должна отказаться от своих программ по разработке оружия массового уничтожения. Все страны должны приложить к этому максимальные усилия, экономические и дипломатические. В то же время в МИД Украины решительно осудили запуск Северной Кореи межконтинентальной баллистической ракеты. Действия Пхеньяна, направленные на развитие более мощных ракет, являются серьезной угрозой не только соседям КНДР, но и глобальной стабильности и безопасности за пределами корейского полуострова, отмечает в украинском ведомстве. И подчеркивают, это сознательное и систематическое нарушение международного права и ряда резолюций Совета безопасности ООН по северокорейской ракетной программе. Тем временем Украина в ледовом плену. Мокрый снег накануне вечером и мороз сегодня ночью привел гололедицы на дорогах большинства областей. Последствием стали пробки и аварии только в Киеве. За день более 100 ДТП. Также с травмами за помощью обратились около 70 пешеходов. По прогнозам, стихия продолжится и в последний день осени. По всей стране ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Днем и сейчас в городе задействовано 242 единицы снегоуборочной техники Киев-Автодора и 55 бригад. Это почти 400 человек. Убирали снег вручную. В первую очередь чистили мосты, путепроводы, улицы со сложными условиями движения. Особенное внимание уделяется подземным и наземным пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта. В Украине действительно окончательно появится еще один официальный выходной. Президент Петр Порошенко подписал закон о праздновании католического Рождества 25 декабря. Решение вступает в силу на следующий день после публикации. Теперь Рождество Христово будет отмечаться дважды. По Григорианскому календарю 25 декабря и по Юлианскому 7 января. По данным Украинской Римо-Католической Церкви, в нашей стране более полутора миллионов ее прихожан. На этом с новостями у нас пока все. Наши корреспонденты продолжают работать и собирать информацию о том, чем жила Украина и мир сегодня в эту рабочую среду. Больше информации через два часа, тогда и подведем итоги уходящего дня. Не переключайтесь и будьте в курсе. Редактор субтитров А.Семкин